Всем привет дорогие друзья, с вами снова на сфере новой карты. Сегодня на повестке дня гайд на Рудольфа фон Штрохэма, единственного киборга в этой игре. Итак, Штрохэм впервые появился во второй части, погиб от гранаты, а после был восстановлен до киборга. Он представляет собой достаточно уникальный класс киборга, то бишь на него не действует старение из пятой части, хамон не наносит ему усиленный урон, ну и не обладает регенерацией. Так что, у него есть защита от одного, но от другого вообще нету. Итак, из ударов у Штрохэма есть полная трехугарная комбо. Между вторым и третьим ударом есть дырка, чтобы сделать дэш врагу, если вы его долбите в блок. Но если враг прозевался и сожрал вот эту всю серию в блок, то у вас плюс на блоке, то бишь вы можете продолжать бить его в блок, он вам ничего не сможет ответить. Второй удар подкидывает воздух, от чего можно сделать двухударное комбо в воздухе. Также после второго удара можно сделать дэш, от чего можно сделать небольшую совсем комбу на нём. Вторым его ударом является нокдаун. Это единственный гарант, который вы будете делать на Штрохэме, чтобы сделать дэш. Ну и достаточно долгий анбел это был. Сильный удар, это двух ударов, он бьёт два раза и при этом вертит руками. В этот момент он может ударить вообще всех, даже тех, кто стоят у него за спиной. Откидывает далеко, но и наносит достаточно хороший урон. Итак, первый спецприём это расстрелы из пулемёта. Штрохэме из пулемёта, из живота и расстреливать врага. Всего в обычной версии 24 выстрела. Можно применить и в воздухе. Усиленная версия, во-первых, даёт вам дэш больше, не 24, а 30. И даёт вам дэш вперёд, от чего можно сделать тогда. Чтобы сделать дэш вперёд, вы должны отпустить все кнопки, кроме R2. И просто сделать дэш вперёд. Итак, второй спецприём это немецкая новка лучшая в мире. Штрохэм просто останавливается и стоит орёд, какое же его тело прекрасное. И при этом получает баф урона. А баф урона штрохэм ему нужен, так как он не имеет достаточно хороших комбинаций, которые могли бы выносить хороший урон. Ну и можно этот спецприём отменить, чтобы не стоять 3 часа и получить ранее баф урона. Ну и то это всё равно бесполезно, как можно просто разбить ящик и выбить что-нибудь полезное, в отличие от этого. И так, ещё есть у него скилл на крест. Но он активируется только тогда, когда вы лежите на земле. Если у меня знак дал, я конечно. Я вам продемонстрировал. Вот. Вас уронили, вы активируете скилл. И обсираетесь, потому что этот скилл очень легко сбить. Так он ещё и перезаряжается 3 года. В общем, в чём суть? Штрохэм достает гранату, обнимает её и после взрывается. Вам это наносит минимум урона, врагам достаточно много урона. Союзнику урона не наносится, но... Если... А нет, если попало, то по врагу именно. То... Блин, спасибо, не надо это было делать. И, короче, по врагу попало, то он, во-первых, откидывается далеко и закручивается. Ну и так же можно быстро встать. Наносится очень хорошо урона сейчас. Итак, R1. R1 полностью меняет весь геймплей на шторохэме. То есть, если вы ранее просто прыгали и стреляли по врагу, то теперь вы вынуждены играть от земли. Потому что с обобусами, во-первых, у вас короткий прыжок. Самый короткий в этой игре. От этого прыжка вы не можете разобраться на стены. И так, в чём прикол обобусов? Во-первых, они атакуют вместе с вами. То бишь, это нас теперь на квадрат и на треугольник. Если вы не лочите ни на кого камеру и жмите скилл на треугольник, обобусы стреляют в бока. Если же вы жмёте скилл на кого-то, они, естественно, атакуют его. И с этого можно захамбить. Сам R1 можно отменять при помощи, кстати, этой девушки. Охеренно. То бишь, можно просто так вот спамить по блоку. И менять режимы. Перезарядки крайне быстрые. Ну и так, кстати, здесь тоже меняются удары устрохаемые. Нокдаун без изменений. Полная серия с изменениями. И теперь, если последний удар попадает по врагу, то он откидывается и закручивается. В воздухе же он делает такой же нокдаун комбо. Только им тяжелее попасть. Именно если вот так вот это вы будете использовать. В воздухе же всё как обычно. Всё попадает. Скилл на квадрат. Вот это вы вместе с обобусами стреляете по врагу ультрафиолетовыми лампами. И жарите его. Это спецприём Unblockable. Также особенностью этого спецприёма является то, что он перебивает ДХА. Отчего, если враг на вас бежит, и вы поставите либо квадрат, либо треугольник, то враг просто остановится. Работает то же самое и с бегом. Не советую вот именно скилл на квадрат использовать, чтобы сбить ДХА. Лучше использовать скилл на треугольник, как он, во-первых, быстро кастуется, а во-вторых, сразу же блокируется в случае неудачи. Также прикол обобусов является в том, что они спокойно могут просто отбить вам ДХА. ДХА это одноударная атака, отчего, если обобус заблокирует, и враг будет просто дальше на вас бежать, то ДХА, по-моему, не попадёт. Скилл на Р2. Ну, это та же самая усиленный ультрафиолет, но прикол в том, что он теперь кастуется с армором, и также позволяет вам нанести больше урота, чем есть по факту. Это мне сбил полоску, вот это да. Вроде бы она не должна сбивать полоску. Ну, не сдыхаю. Просто разбежка. Гарант, как я уже сказал, сногдауна, только сногдауна, потому что по-другому вы никак не попадёте. Уронного ДХА наносит достаточно огромный, отчего нужно его хорошенько прибить только ДХА используя. Что ж, это был гайд на Гудольфа Фон Штрохэма. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.